Глава 41. Альталена. Эпиграф. Подпись к фотографии. 22 июня 1948 года. День Эцеля. Альталена горит у набережной Тель-Авива. В памяти Израиля Альталена осталась навсегда. Для одних как национальная трагедия, для других как спасение от фашистского переворота в кавычках. Но мало кто в Израиле осознал, что расстрел Альталены на много лет вперед определил политическую историю страны, а также и личную коридеру Ицхака Рабина. Конец эпиграфа. Часть первая. Оружие из Франции. Эта трагическая глава посвящена двум кровавым дням в истории Израиля и личной роли Ицхака Рабина в этих событиях. В кругах каббалистов Иерусалима говорят, что дух одного из убитых Альталены вернулся в этот мир, чтобы отомстить ему. Но мистика не является специализацией автора. Он излагает здесь выводы своего исследования, основанные на фактах, зафиксированных в документах или в памяти участников событий. Сноска. Фактическая канва событий изложена по книге Шломо Нагдимона Альталена. Издание «Идоним. 78-й год». Оригинальная глава книги Мельштейна посвящена в основном анализу событий и лишь в нескольких деталях дополняет фактологию Нагдимона. Эти детали мы помечаем инициалами УМ, вынося их иногда в примечание. Замечание переводчика. Конец сноски. Начало событий и их общий фон связаны с оружием, которое привез Эцель. После 29 ноября 1947 года отношения между Эцелем и Хаганой начали меняться. По мере эвакуации англичан, военные организации Ишуа выходили из подполья. Официально были заключены определенные соглашения, и старый конфликт должен был найти свое решение на ближайших выборах в Кнессет. Но это на бумаге. На практике уже действовало национальное управление, затем временное правительство во главе с Бен-Гурионом, и он в лучших традициях большевизма не собирался пускать дело выборов на самотек в кавычках. Как мы увидим ниже, он немало преуспел в своих планах. После окончания мандата 15 мая 1948 года была создана единственная национальная армия. Но на практике она не была вполне единой. В ней в качестве отдельной административной единицы существовал пальмах, тесно связанный с партией Мопам. Существовали отдельные роты Лехи. Силы Эцеля должны были влиться в Цахал. В качестве отдельных батальонов со своими командирами. Временно сохранялся и штаб Эцеля, который, впрочем, не осуществлял военного командования, занимаясь вопросами врастания Эцеля в Цахал, передачей правительству военного имущества и т.п. Тем не менее, определенная самостоятельная организационная структура сохранялась, и это очень не нравилось Бен-Гуриону. Во всяком случае, Эцель более не осуществлял независимой военной политики, поэтому боевые успехи его батальонов лишь в малой степени могли быть переведены на язык избирательных бюллетеней. Но оставалась еще одна область, где была возможна свободная конкуренция Хаганы и Эцеля. Закупка оружия. Оружие было ахиллесовой пятой и шува. По численности Цахал почти не уступал арабам, впоследствии и превосходил их. Но никоим образом не мог равняться с ними по огневой мощи. Не хватало не только минометов и пулеметов, но и личного оружия для солдат, прежде всего винтовок. Батальоны Эцеля страдали не меньше, чем весь Цахал, а скорее всего много больше. Особенно остро стоял вопрос в Иерусалиме, который получал свое скудное снабжение только по берманской дороге. Эцель организовал собственную систему закупки оружия. Как и Хагана, он искал оружие и внутри страны, и за рубежом. Но внутри страны возможности были весьма ограничены. Реальный источник мог быть только в Европе. Хагана нашла себе хорошего поставщика – Чехословакию. Чешское оружие в конечном итоге позволило выиграть войну. Эцель нашел альтернативный источник. С декабря 1947 года в Европе действовал заграничный штаб Эцеля, который занимался мобилизацией добровольцев и закупкой вооружения. Достать значительные партии оружия было нелегко для полуподпольной организации, крайне стесненной в деньгах, но еще труднее было доставить купленное по назначению. В январе-феврале послали две посылки – 120 стэнов, 8 томиганов, американский автомат и 9200 патронов. Третья посылка пришла только в конце марта. С 6 февраля по 15 марта Эцель получил 43 продуктовых посылки из США. В них запрятали 86 пистолетов и 8600 патронов. Эфраим Эллен, знакомый нам по главе 20-й, послал оружие в пяти контейнерах с личными вещами эмигрантов. Контейнеры пришли только после 15 мая. Из Индии высылали винтовки в рулонах каучука, но все это было не более чем каплей в море. Агенты Эцеля побывали и в Чехословакии. Чехи были согласны продать оружие по рыночным ценам при условии, что Хагана не наложит вето. Хагана тоже была согласна, но при условии, что Эцель возьмет доставку на себя. Эцель искал более дешевые источники. Дешевизна влекла за собой политические сделки. Польская разведка предложила свои услуги в кавычках, но заграничный штаб отклонил предложение. Испанские подпольщики тоже предлагали оружие в обмен на помощь в борьбе с Франко, но это обращение было отвергнуто. Все же штаб добился успеха в совсем неожиданном месте – в Министерстве иностранных дел Французской Республики. Доктор Шмуэль Ариэли, бейтаровец из Румынии, использовал свои связи с чиновниками министерства. Он объяснил им, что арабская победа в Палестине грозит Франции осложнениями в ее арабских колониях в Северной Африке. С другой стороны, если евреи победят, они, кавычки, помогут своим друзьям в регионе, который был ими потерян в последние годы, кавычки, имелись в виду Сирия и Ливан. 25 марта Ариэли составил проект соглашения. Эцель обязался отнестись с пониманием к интересам Франции и выражал твердую уверенность, что будет достигнут эффективный союз между Французской Республикой и Еврейской Палестиной. Доктор Ариэли действовал не один. Ему помогала еврейка Клэр Вайде, одна из самых отважных подпольщиц французского сопротивления. Вместе они убедили советников министра иностранных дел, и министр утвердил фантастическую сделку. В обмен на обещания и патетику Франция разрешала создать на своей территории лагеря, где будут собраны добровольцы. Она организует их военное обучение и бесплатно поставит вооружение для двух пехотных дивизий согласно штатному расписанию. Со своей стороны Эцель предоставит корабль. Его купили в США за 131 тысячу долларов. Это было десантное судно времен Второй мировой войны. Его зарегистрировали в Панаме и назвали Альталена. Сноска. Деньги на покупку Альталены были получены от евреев-миллионеров Шанхая. Они издавна поддерживали ревизионистов, в отличие от евреев Америки, традиционно симпатизировавших социалистам. История еврейских миллионеров Дальнего Востока и еврейских общин Китая, Индии, Японии, Сингапура и т.д. Без сомнения требует особого рассказа, который, к сожалению, не может быть приведен здесь. Например, после прихода Гитлера к власти, они на свои деньги приняли и содержали до конца войны около 40 тысяч евреев в Германии и Польше. После революции в Китае и создания независимой Индии, евреи потеряли свои деньги и покинули эти страны. Единственным серьезным центром еврейского капитала осталась Америка. Конец сноски. Предполагалось, что Альталена перевезет оружие за пять рейсов. Она была расстреляна 22 июня на набережной Тель-Авива из орудия Цахала по приказу Бен-Гуриона. 11 июня корабль вышел в море, имея на борту 5 тысяч английских винтовок, плюс 4 миллиона патронов, 300 бренов, 150 пулеметов Шпандау, 5 легких бронетранспортеров. Сноска. Так называемые транспортеры бренов. Английская гусеничная машина использовалась во время Второй мировой войны в разведывательных подразделениях. Конец сноски. 100 тонн динамита и другое оружие. Сноска. Срок британского мандата истек 15 мая, и до этой даты англичане не давали привозить оружие. 15 мая блокада была снята, но в тот же день началось наступление регулярных арабских армий. С конца апреля Хагане удалось несколько раз привезти довольно крупные партии оружия, но только после 15 мая начались регулярные поставки самолетами из Чехословакии. Эцель опоздал. Только 24 мая французы окончательно утвердили соглашение, и только 9 июня первая партия оружия прибыла в Порт-де-Бок, около Марселя, где ее уже ждала Альталена. Конец сноски. Альталена, кроме того, везла 862 добровольца, по большей части переживших нацистские лагеря. Экипаж состоял из людей Эцеля и нескольких добровольцев Гоев. Об отплытии Альталены немедленно доложила радиостанция BBC. Как раз 11 июня вступило в силу первое перемирие, по условиям которого было запрещено привозить в горячий район Ближнего Востока оружие и солдат. Разумеется, обе стороны нарушали это условие, но они делали это более или менее в тайне. Альталена вышла открыто. Впрочем, как оказалось, это не имело никакого значения для дальнейшего развития событий. Продолжение следует...